Цимирта выясняет причину крупного пожара, в результате которого погиб подросток. Густой дым окутал весь подъезд. 14-летний мальчик пытался выбежать на улицу вместе с жильцами дома, но до выхода так и не добрался. Тело школьника обнаружили на лестничном пролете. Агирим Бухтаева побывала на месте и готова рассказать подробности. О пожаре жильцы квартиры на первом этаже узнали, когда вернулись домой. Густой дым к тому времени заполонил все комнаты. Войти внутрь было невозможно. Бушевало пламя. Соседи поспешили вызвать спасателей, после чего бросились на улицу. 14-летний Али вместе со своим братом-близнецом был здесь в гостях. Почувствовав запах дыма, трое приятелей поспешили скорее покинуть дом. В это время здесь уже все было в дыму. Выйти из подъезда удалось только двум подросткам. Школьники спускались с третьего этажа. Из-за испуга и нулевой видимости они так и не поняли, где именно остался Али. Но рассказывают, что еще до приезда пожарных возвращались за ним. На улицу мы вышли вдвоем. Со мной был его близнец Мадди, а Али остался внутри. Я чуть подышал и обратно вернулся за ним. Я шел и искал его руками на ощупь, потому что ничего не было видно. Только слышал его голос, как он стонал. Потом мне не хватило воздуха и я вышел. Пожарные эвакуировали семь человек. Среди них трое детей. Жителя верхнего этажа пришлось выводить в спасательном колпаке. Из-за сильной задымленности школьника заметили не сразу. Его тело обнаружили на лестничном пролете. Два раза туда-сюда поднялся, его не было. Потеряться там было очень реально, потому что я сам в своем же подъезде на трех этажах, в двух этажах из них заблудился. Два раза в окно пытался вылезти. Думал, это уже не выход. Домофон был открытый в этот момент, но толку от него не было. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание. Специалисты даже нашли возможное место возгорания. Квартира, где и начался пожар, сгорела полностью. Айгерин Бухтаева, Николай Колесниченко, КТК, Карагандинская область. Продолжение следует...